Ребята, хотите оказаться одними из первых в очень интересном и перспективном Play2Earn проекте? Как попасть в white list и стать участником Private Sale? Об этом я вам сегодня расскажу. Тема канабиоида уже несколько лет покоряет весь мир и прошла легализацию во многих странах. И этот процесс продолжается. Но чтобы не нарушать законы никакой страны, проект Cannabays предлагает нам сделать это в виртуальном мире. А именно, вырастить свои плантации, наладить свою торговлю и стать крутым боссом среди торговцев канабиса. Канабойс уже размещены на Project Galaxy, который не нуждается в своем представлении. Project Galaxy имеет в своей аудитории более 4 миллионов юзеров и практически 700 партнеров. Проекты, размещенные на Project Galaxy, имеют довольно хорошие перспективы на старт. Сразу, ребята, я вам расскажу о самом главном, о white list, поскольку осталось времени очень мало. Я пообщался с разработчиками, максимальный дедлайн по участию в white list, который они смогли дать, это 12 часов по MSK 26.08 числа. У вас осталось, ребята, меньше 2 дней. Форма на регистрацию в white list будет в описании под этим видео. Первые 100 участников гарантированно попадут в white list, если они укажут, что пришли от меня. Когда будете заполнять форму, в последней строке напишите, что пришли с канала Miner. Ну а те, кто посмотрит это видео после 26 числа, то можете поучаствовать в пабликселе, в котором будет распродано 1500 NFT-шек 30 числа. В 16.20 по UTC добавляйте сюда плюс 3 часа по MSK. Если ваш white list одобрят, вы сможете за довольно небольшую сумму 0.42 BNB, это в районе 100 долларов, сменить свою NFT и стать участником данного проекта. Становясь владельцем NFT через white list, вы получаете ряд преимуществ. И главное это, что каждый владелец этой NFT получит на 25% большую доходность в игре. Также каждый десятый получит в подарок NFT и также случайным образом будет разыграно несколько призов по 50 долларов каждому из участников white list. Еще очень важный момент, что ваши NFT-шки, которые вы получите, уже начнут приносить вам внутроигровую валюту. И внутроигровые токены появятся у вас раньше, чем их можно будет купить где-либо на рынке. То есть раньше, чем пройдет сам TGE. А это значит, что вы сможете зарабатывать в игре раньше, то есть покупать семечки и начать ее выращивать раньше, чем все люди, которые зайдут в игру со стороны уже на общих условиях. Чтобы попасть в white list классическим способом через Galaxy Project, нужно было выполнить 3 отдельных задания. Собрать 3 NFT-шки и только владельцы этих 3 NFT-шек могли попасть в white list. Для вас же есть упрощенная процедура. Ссылка будет в описании, переходите, не упустите эту возможность. Успех проекта во многом зависит от его партнеров и маркетинга, который он проводит. Давайте сейчас пробежимся, что на данный момент есть у Канабоис. В твиттере у них 36 тысяч подписчиков, в телеграме 37 тысяч подписчиков, в дискорде 28 тысяч и в инстаграме еще 20 тысяч. Один из сооснователей Канабоис является сооснователем также Гунсов Балатрон. Коллекцию этих NFT можно увидеть на OpenSea и также увидеть, что они были проданы на 3,5 тысячи эфиров, а это на минуточку 5 миллионов долларов. И более того, они до сих пор остаются в хорошей цене. Среди партнеров, кроме Project Galaxy, у нас есть биржа BitForex. CanX Life это сеть европейских кофешопов. Также меня заинтересовало вот это вот лицо явно индийской национальности и я немножко его загуглил. В официальном твиттере Канабоис есть ссылка на вот этого парня и если перейти в его инстаграм, то мы увидим, что у него там 2,5 миллиона подписчиков. Среди русскоязычных блогеров у них заключено партнерство с Афоня ТВ, 1,8 миллиона подписчиков. Канабоис уже довольно долго работает над своим проектом, телеграмм был создан в декабре 2021 года. И доказательство того, что проект не был создан вчера и что ребята уже довольно давно работают, есть рабочая версия игры, которая сейчас находится в бета-тесте. И каждый желающий сможет это проверить и потестировать. На старте в проекте доступны 4 типа персонажей NFT. Эти NFT у нас не просто так, эти NFT могут стейкаться и приносить внутриигровую валюту. Вы видите этих 4 красочных персонажей. Первый персонаж это у нас Гровер, тот кто собственно говоря у нас выращивает травичку. Это у нас садовод. Второй персонаж это у нас продавец. Третий персонаж это у нас боец, который у нас защищает и отстаивает. И третий это у нас босс, который всем этим делом управляет. Кроме того, что эти NFT будут стейкаться, они будут еще принимать участие в будущих внутриигровых механиках, которые будут в игре версии 2.0, которая запустится в конце этого года. Также владельцы первых NFT, которые получат их через white list, будут иметь 25% бонус к доходности в данной игре. Ну о чем я вам уже говорил. Игра на данный момент доступна в тестнете. На сайте есть детальная инструкция о том, как подключиться и попробовать. Какие в игре есть способы заработка? Кроме дохода, который вы будете получать от стейкинга, из чего будет состоять игровой процесс. Нам нужно будет получить семечку. Семечки бывают разные, об этом чуть позже. Будем развивать свою плантацию, увеличивать количество семечек, которые мы выращиваем. Будем ухаживать за нашими растениями. Для этого есть определенные артефакты. Такие как у Волкина это были там браслетики, шапочки, штанишки. Здесь тоже будут свои артефакты, типа полить, там горшочек, солнечная лампа и так далее. Можно будет открыть свой собственный магазин, это тоже отдельная интересная механика. Мы можем создавать свой отдельный маркет, которым будут пользоваться разные игроки. И сможем устанавливать определенную комиссию этого магазина за продажу в нем товаров. И в зависимости от того, сколько людей пользуется именно нашим магазином, мы будем получать определенный свой процент от общего дохода. Это уникальная механика, такую я еще не встречал. Но эти магазины у них называются кофейни. Перед тем, как мы перейдем к семечкам их цене и доходности, давайте посмотрим на токеномику, как распределяется токен. Менее 10% распроданы на сидраунде. Цена токенов на предпродаже очень низенькая. Это 100 тысячные доллары. 25 100 тысячных долларов или если попроще, то это 0,25 цента. На приватном раунде цена будет 0,04 цента, не доллары, ребята, именно цента. А цена листинга будет уже 0,08 цента. То есть, как видите, цена очень маленькая и практически 99,9% токенов, которые листятся по такой цене, имеют десятки иксов на старте. Удержится ли эта цена после взлета или нет, конечно же, будет зависеть от того, как справятся разработчики. Гарантий, конечно же, у нас нет. Кому интересно поучаствовать в предпродаже токенов по правилам Private Sale, по цене токена 0,04 цента, пишите в личке, я вам расскажу, обсудим. А теперь давайте перейдем непосредственно к семечкам. У семечек, как видите, есть 6 видов редкости. И редкость семечки влияет на что? На продолжительность жизни, на период созревания, на редкость, это по факту шанс выпадения. То есть, мы покупаем семечку, а какая именно выпадет, мы не знаем в этом рандом. И есть дневной доход. Да, внизу у нас напоминание, что цена токена на листинге будет 0,08 цента. Ну, вообще ничтожная маленькая цена. Обычная семечка у нас имеет продолжительность жизни 76 дней. Она выпадет вам с 50% вероятностью. Созревать она будет 6 дней. И приносить она вам будет 21,25 тысяч CNB. Ребята, тысяч. Давайте мы сейчас это перемножим и посмотрим. 21,420 мы умножим на 0, 1,2,3,4,8. То есть, это в день 1,7 доллара. Что, на мой взгляд, очень даже неплохо. А если же мы посмотрим на самую крутую семечку, Пабло Эскобар. Очень интересно. Пабло Эскобар это у нас самая редкая семечка. Шанс ее получить у нас 2%. Зреть она будет 12 дней, а срок жизни у нее будет 47 дней. И приносит она, допустим, мы возьмем 80 тысяч CNB. Умножим это на цену токена на 8. То есть, она будет приносить в день в районе 6-7 долларов. И если умножить это на ее период жизни, 47, то она может принести нам 300 долларов. Что очень даже круто. И это, по факту, плюс 200% от изначальных вложений. Потому что семечка стоит 100 долларов. И это мы считаем при цене токена 0,08 цента. Я очень сомневаюсь, что цена токена останется именно такой. Как минимум, первый месяц-два цена токена будет в десятки раз выше, на мой взгляд. Ну и, как обычно, в таких проектах, кто первый зашел, тот и заработал. Так что, ребята, не упустите эту возможность. Вайтлисте прописано все довольно детально. Токеномика, график разлоков. Все написано, в общем-то, детально и понятно. Ссылку даю в описании. Со всем сможете, ребята, самостоятельно познакомиться. Итак, суммираем. Что мы имеем? Имеем интересный проект с хорошей механикой. Интересна ли вам сама идея этого проекта? Напишите в комментариях. Проект разрабатывается без малого один год. У проекта есть достаточное количество партнеров, чтобы дать ему стартовый пинок. Уже есть версия игры, которая работает в тестнете. И самое важное, что остался, ребята, всего лишь один день, чтобы попасть вайтлист и быть первым. Если у вас, ребята, есть какие-то вопросы, заходите в телегу, пишите вопрос. Постараюсь вам ответить. Также у меня есть возможность задать вопрос разработчикам и уточнить вопрос, который будет нас интересовать. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok